Продолжение следует... 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 Здесь тебе нужно прийти в нижнюю часть сночка. Для этого не расходуй слишком много сночка на регата. Потому что если есть, то у тебя уже проблемы перейдут с обратно. То есть чуть-чуть экономнее расходов сночка на регата. На них нужно чуть-чуть микроакцент. Здесь почему-то лучше. А начало это не может начать. Это вот самое трудное, что есть. Но много-много над этим работой у нас 20-го раза получается. Потом начинать опять? Ну попробуйте придумать какие-то такие помогающие моменты. Там вздохнуть перед этим. Взять просто. Попой когда будет. Чуть-чуть больше. Ну опять же говорю, не грех для домашней работы. Чуть-чуть сделать. Утрированно. Утрированно. Провести больше сночка. Даже можно, если не помогать, акцент поставить. Но чтобы это ощутило вот этот вот дом. Первую дольку. Опять же спокойно на темпе. Утрированно поиграй. Чтобы, знаешь, что ощутить? Почувствую правую руку. Она тяжелая одна от этих ноток. Или очень легкая на этой ноте. Там где-то, наверное, есть еще вверх, да? Да. Там все и наоборот. То есть там наоборот. Это сложнее, конечно. Чтобы она бывает тяжелый вверх и легкая вниз. Это нужно спокойно на темпе, чтобы ощутить баланс в правой руке. Например, в партете она очень похожа. Она сейчас будет партет. Оно вот там и будет похожее. Похоже на ноте. Там будет много. Вот. И это тебе добавит. Но это, к чему я все говорю. Это такие техничные вещи. Они, в принципе, когда уже играешь, думать не нужно. Это нужно слушать ушами. Если тебе недостаточно какого-то голоса, то бам-бам-бам-бам. То есть ты сразу побалдаешь этой тяжести в руке, которую ты отрабатываешь дома с какой-нибудь пяти. То есть не надо выходить с этой работой на сцену, когда ты будешь играть там. Эта работа должна быть сделана дома, чтобы потом ты уже с этими ощущениями легко оперировала на сцене, собственно. Вот. А для первой части, для третьей части, здесь, несмотря на вот эти какие-то отдельные вещи, здесь немного. Мне кажется, они, конечно, там… Я это не знаю. Можно читать какие-то экзорсисы. Они, конечно же, там добавляли… Почему такие ноты пустые? В основном баха очень мало. Что же добавили? Они там добавляли всякие лекарты и все такое. И это все исходило от фразировки. Как они хотят, правда, построить, они там добавляют, соответственно, какие-то… Ну, хорошо. Мы сейчас тут очень далеки. То есть мы можем, конечно, экспериментировать. Многие так и делаем. Это опасный путь. Но не с поступлением московского языка. Да, да, да. Я тебе не советую. Если не советую, то нужно к этому подготовиться. Нужно знать его почему. Но тем не менее, чтобы у тебя фразировка не зависела от штрихов. Где-то она зависит. Например, вот двоечки… То есть, конечно, там эти двоечки типичные для того периода. Они есть, это нужно показать. А вот где-то, например… Чтобы… Я сейчас утрирую, но чтобы… Утрирую… Вот эта вот отдельная нота не выскакивала, она все-таки окончание… Там… А это уже за такт к следующему такту. Ну давай пока немного сначала. Может быть, какие-то будут конкретные вещи. А тут еще раз начнем, пожалуйста. Мне немножко многовато вибрации сейчас. А вот так как… Здесь сложно тоже объяснить как-то это. Но для себя все время здесь корректируют пустые ноты. Здесь пустые штроны, да? Которые здесь достаточно много. Чтобы… Чтобы вибрированные ноты не были контрастных пустых. Которые… Так или иначе, там, вибрировать очень сложно. Да. То есть, опять же, шами просто слушаем… Если перегарщить чуть-чуть… То есть, сразу будет слышно. Потому что свеча за ней пустая, и она… Просто дает понять, что слишком много вибраций. Вот. То есть, просто здесь ослушаем шами. Да. Но при этом эти двойки нужно делать чуть рукой правой. Да. Да. Вот эти нотки перед паузами немножко длинноваты. Ты знаешь, они даже… То есть, не… Например, там другой… Я где-то что-то читал, потому что сейчас все забыто, но это неважно. Например, в то время существовало такая… Если взять… Знаешь, там есть, значит… Как-то… Нет, там по-другому как-то… В серединке. Там, короче говоря, очень часто в то время когда ставят ноту, ее раньше прерывали, чтобы она звучала как-то внутри, в ушах уже, или в акустике. Например, в церкви играешь, то очень долго стрелется акустика. И вот главное сохранить этот ритм, но не обязательно его дотягивать. Но вообще в принципе пауза очень важна. Здесь эта пауза есть маленькая, ее нужно обязательно услышать. Поэтому… Вот эта пауза нам нужна для… Опять же, наверное, это идет как-то от пения тоже. Вот возможно, хотя сложно говорить об этом здесь. Но дыхание перед новой фразой тебе нужно делать. вот так… Тоже. Вздохни вместе с фразой, вздохни вместе со спинчком, и ты почувствуешь, что тебе эта пауза нужна. Конечно, надо поменять этот агент к 8 и 16, но чуть-чуть ее попокороче. Еще сам начался. Вот так вот. Это ягодичь. Ягодичь, ты ягодичь, ты ягодичь. Хорошо. Ягодичь. Ягодичь, да? Ягодичь. Это разрешение, да? Это уже отголосок, что ли, до окончания этой фразочки. Я её не подчёркиваю дополнительно, несмотря на то, что у тебя отдельно смачок. Она уже, в принципе, сыграна. То есть аккуратненько со смачком, не проводи его слишком. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Чуть-чуть. Тоже, что... Гарь, Гарь. Это для этого видео, потому что ям папа-пам. Ям папа-пам. Пареет. Пареет. Нет, сейчас лучше. Посмотрите, спеши. Особенно, когда приходишь на басок. На половине их такой кайф. Мне нравится. Нравится? Серьезно, больше еще нравится. Спасибо.